Ученые не берутся сказать, сколько времени в IV-III веках до н.э. строили эту античную дорогу. Но чтобы ее полностью исследовать, оказалось недостаточно нескольких десятилетий. Участок, который соединял Камышовую и Стрелецкую бухты, сегодня под пристальным вниманием. По этой дороге жители античного Херсонеса поставляли в город продукты своего сельского хозяйства. Прежде всего, это виноград, возможно, какие-то огородные и плодовые культуры. Волонтеры взяли на себя тяжелую работу. Под палящим солнцем они углубляются в грунт до скалистого основания. Античная дорога сделана по технологии земельной кладки, то есть без единой капли раствора. Чтобы как-то удержать дорожное полотно в границах, древние строители оградили ее стенкой из крупных камней. Молодые люди работают здесь в рамках федерального проекта «Волонтеры наследия». Они помогают повести в порядок исторические места страны. В музее Херсонес-Таврический добровольцы будут трудиться почти два месяца. Для нас это большая помощь. У нас очень много археологов. Херсонес-Таврический большой музей, но рук не хватает. Археологических раскопок очень много. Здесь, в Севастополе, в Крыму, наслаждаясь солнцем, еще и приносить пользу в труде, это вообще, конечно, замечательно. Вера Левашова по специальности парикмахер. По совпадению, на античной дороге нашла бегуди. Специалисты сказали – советские. Но девушка только еще больше вдохновилась. Раньше как-то не задумывалась, когда ходила по музеям, стало вдвойне интересно смотреть то, что люди находят. Ты начинаешь понимать, насколько это было давно, насколько ты близок к этой истории. Дорога на находки небогата. Здесь можно найти только то, что упало с повозок херсонеситов. Но работа волонтеров поможет не только археологам. Дорогу напротив фонда хранилища после завершения исследования хотят сделать променадом с античным колоритом. Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич, Татьяна Иванова. Вести. Севастополь.